Всем привет, меня зовут Иван. Сегодня довольно необычный для моего канала вообще обзор будет. Да, сегодня будет обзор. Обзор будет не на какую-нибудь операционную систему, не связанную вообще с Linux, а обзор будет канала. Канала, который, в общем-то, как бы пытается заниматься кали. Ну и пытается объяснить людям, как вообще происходит взломы кали, ну, в общем, вся эта движуха. Почему, собственно говоря, я хочу обозрить этот канал? Потому что там что-то такое творится плохое с точки зрения как бы тематики. То есть тематика хорошая. Кали, Linux и безопасность компьютерная – это нужная тема, которую нужно продвигать, потому что в наш век это как бы такая вот насущная проблема, касающаяся безопасности вообще информации, потому что кругом у всех все ворует, и люди просто должны знать, как себя защитить. А для этого должны знать, как работает взлом, чтобы защитить себя. То есть не объяснишь человеку, что нужно делать без знаний, как его будут атаковать. Я считаю так. То есть то, что человек заморочился вообще этим, это очень хорошо. Но тут есть одна небольшая проблемка. Подача информации этого канала просто вызывает у меня, ну, я не знаю, дикое припекание пердака. Вот я больше никак не могу сказать. У меня просто бомбит, когда я смотрю этот канал. И мне очень много раз кидали подписчики, кидали в личке вот эти вот видосы с этого канала и спрашивали, что это вообще такое, в общем, как правда или неправда. Ну и приходится всем одно и то же писать. То есть я решил просто-напросто закрыть тему раз навсегда и сделать обзор. Все. Переступим к обзору. Канал улетел ко мне в похожие каналы. Не знаю, чего там похожего вообще. То есть у человека у меня в чем пересечение тематики. Но не знаю, улетел в похожие. Ну, как бы ладно, пускай. Канал называется Уроки Кали Линокс 2.0. Смотрим вообще, что здесь есть. Ну, здесь есть картиночка, вырезанная, естественно, из заставки, из обоины Кали. Здесь есть 24 видоса и 1633 подписчика. Вот они, 24 видоса, которые есть на канале. Здесь разные видосы рассматриваются. Додос-атаки, взлом Wi-Fi в основном, взлом сайтов, сканирование сети, установка Кали Линокса, взлом всяких там веб-маний, как бы взлом веб-мани. Взлом ВКонтакта. Ну, в общем-то, взломы и решения каких-то проблем, связанных с ошибками Windows даже есть. Есть генерации каких-то словарей, в общем-то, как бы словарей. Но словарь сгенерировать немножечко не так, как описывается в видео. Я вам все это потом расскажу. В общем-то, рассмотрим видосики в порядку. Начнем с самого интересного, с видоса про видос-атаку. Потому что после того, как посмотрел я этот видос, я просто охерел. То есть, насколько нужно быть имбецилом вообще, чтобы снять такое и говорить то, что ты вообще чем-то занимаешься. А, нет, сперва мы посмотрим, что написано о канале. А канале тут вообще просто бомба. Возвращаемся к вопросу информационной безопасности. В этом году известный дистрибутив, специализирующийся на проверке информационных систем на прочность Backtrack Linux, вернулся на платформу Debian и стал называться Kali Linux. Этот канал создавался для демонстрации работы Kali Linux. В этом канале будет показано, как работает Kali и как хакер ломает систему безопасности. Также я призываю модераторов и системных администраторов в свое сообщество и изучать дыры в системах безопасности. Ну, чувак, если сейчас 2013 год, то да, Kali вышел только что. И в первом абзаце пропущено, возвращаемся к вопросу информационной безопасности, точка. В этом году с большой буквы известный дистрибутив, специализирующийся на проверке информационных систем на прочность Backtrack Linux, вернулся на платформу Debian, наверное, тут нужна запятушка, и стал называться Kali Linux. Этот канал создавался для демонстрации работы Kali, ну, понятно. И он всех приглашает в свое сообщество для изучения безопасности и покажет нам, как хакеры ломают систему безопасности. Чтобы показывать вообще, как хакеры что-то ломают, нужно быть более-менее образованным в этой сфере. А когда ты путаешь термины DHCP, не можешь правильно произвести и произносишь как DNSCP, я вот, скажем, не пойму, как специалист человека, который будет рассказывать так вот, что-то про компьютеры и неправильно просто говорить термины, как можно разбираться в безопасности, не зная, как произносятся те или иные термины, непонятно. И вряд ли человек знает вообще, как работает система безопасности и как работает взломы, потому что там на видосах просто ересь творится. Так, ладно, пять минут уже прошло, наверное. Приступим к просмотру видосиков. В общем-то, посмотрим про DDoS. Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас будет 17-й урок. Этот урок я посвятил к DDoS. Вы замечаете, насколько хорошее качество этих видосов? Это урок номер 17. Ну, урок, да. Урок номер 17. И я на 17-м видосе, который я выпускал на канале, у меня уже был нормальный микрофон, нормальная камера, и я уже более-менее маломальски научился звук выправлять. Здесь шип-хрип, постоянные пыш-пыш-пыш, вот эти вот, там даже, по-моему, ведрами будут стучать. Ну, в общем, это очень страшно. Смотреть это вообще практически невозможно. Я, приходится мне выкручить колонку на полную, потому что звука я вообще не слышу абсолютно. Я вам-то подмонтировал, там, выправил чуть звук, может, громкость увеличу, и оно смотреть это все и слушать так вот ушами, в реале это невозможно вообще, потому что ничего не слышно. ДДОС. ДДОС – это такое отправление пакетов определенных, скажем, 10 тысяч пакетов, 500 пакетов, там, тысячи пакетов в секунду на определенный, скажем, сайт или сервер, или там, какой-нибудь компьютер, да. Ну, некоторые понимают сайт, что это просто как бы какой-то сайт висит в интернете, его можно как бы задедосить, и он там как бы исчезнет вообще. Нет, это не так. Я лично не знаю таких людей, которые понимают, что сайт где-то там висит в интернете, ну, то есть как бы в облаке, в пространстве, вот так вот висит. Я не знаю, кто вообще так думает. Любой сайт находится на каком-то сервере, то есть это компьютер, либо на каком-то, ну, на самом провайдере, то есть у нас сам провайдер как бы выкладывает этот сайт, и он хранится именно там. Вы замечаете, что человек не знает, что такое хостинг, то есть он называет хостинг провайдером. Это как минимум просто странно, потому что, ну, хостинг и провайдер – это немножечко разные вещи. Провайдер, он доставляет интернет вам, мне, на хостинг. А хостинг – это та компания, которая занимается выкладыванием сайтов в сеть, то есть хост. Занимается хостингом, то есть это специальная компания, которая выкладывает сайты. То есть надо говорить правильно, чтобы тебя люди понимали, и потом не допускали таких ошибок при общении с другими людьми. То есть сейчас он насмотрится, человек, не знающий этого индивидуума, и начнет хостинг называть провайдером. Если, допустим, сайт находится на машине, которая, скажем, там крутая машина, скажем, северная такая, там память, прям процессор, там, я не знаю вообще, там какой-нибудь вообще Ай-14, там, как бы задедосить, конечно, не получится. Ну, вы поняли, как выглядит северная машина. Ну, вот такая вот там, как бы такая машина, короче, такая вот, ну, бибика, короче, такая, которая, там, Ай-14, ну, памяти, там, о-о-о, памяти, там, о-о-о. Что это вообще за объяснение? Он что, никогда серваков, что ли, не видал? Как он может вообще что-то дедосить, когда он не знает даже, как это выглядит? И это странно. Это более чем странно. Самому проводить дедос-атаку тоже одному не получится. Скажем, там у вас их штук, скажем, ну, пусть, ну, штук даже 15, по-моему, таких машин хватит, чтобы анонимно задедосить какой-то определенный сервер, можно сказать так. Или сайт. 15 машин хватит, чтобы задедосить какой-то сервер определенный? Ну, чувак, я крайне в этом не убежден вообще. Что 15 машин хватит дедос, проводится как минимум полутысячи машин. Это специальные компы захваченные, ну, зомби, в общем-то, так называемые. Их нужно много, реально много, чтобы хоть что-то задедосить. А 15 машин ничего не сделают, абсолютно. Такую процедуру в основном делают хакеры в целях тоже денег. Там идет очень большая конкуренция между фирмами. Ну, приблизительно, скажем, там, Невея, да, вот в Москве, скажем, Невея, значит, фирма, которая производит косметику для женщин. И, скажем, там этих Невея, соответственно, в Москве дюжина. И все женщины в основном, ну, пользуются интернетом и, допустим, ищут для себя какой-то определенный магазин. И тут, значит, она начинает заходить в интернет и гуглить. Значит, в один сайт заходит, он не заходит, там, в второй сайт не заходит, поскольку они задедосины, да. И человек, который заказчик, там, он, допустим, там, скажем, на четвертом месте, да, он хочет стать на первое место. И вот таким способом он, во-первых, поднимает свой рейтинг в гугле, то есть он встает в первое место, соответственно, он также приобретает для себя клиентов. То есть, получается, пополнение бюджета, пополнение клиентов и также рейтинг в самом гугле, сайте, и поднимается его рейтинг. Согласитесь, это самое лучшее объяснение, для чего делается дедос. Дедос, пополнение бюджета, пополнение там клиентов, ну, там, туда-сюда, в общем, и дедос для этого и делается. И рейтинг в гугле заодно поднять. Нет, чувак, дедос делается не для этого. И дедосить компанию Невея, производящую косметику для баб, это просто глупо, дедосить их не сайт. Это ни к чему не приведет, потому что косметика такая штука, которую просто так бабы не перестанут покупать другую, ну, не станут покупать другую, и не перестанут покупать эту. Бабы, они не так работают. Они знают, что им надо, и какая именно косметика им нужна, и ее они покупают. Уж поверь мне, я знаю, у меня родные занимаются продажей косметики, причем очень дорогостоящие, поверь мне. Если уж ты подсадил бабу на одну определенную марку, все, это как, блядь, героин. Это как, я не знаю, ну, как наркомания для баб. Баб, она просто так с ней не слезет, да пусть даже сайт будет дедоситься там 250 лет. Она не слезет с нее. Есть журналы, которые заменят бабе сайт, в котором она будет там лазить. То есть это нехороший пример, вот что я хочу сказать, нехороший пример дедоса. Гораздо лучше бы все выглядело, если бы ты сказал, что, ну, скажем, есть там сайт, который занимается форум, форум, предположим, какой-нибудь раскрученный форум там. Очень много посетителей, они там очень много зарабатывают на этом форуме за счет рекламы. И представь, что такое, если этот форум ляжет от дедоса, то есть у них нет заработка, деньги не идут. И к тому же от них уходят посетители, уйдут. Вот тут да, тут плохо. Или интернет-магазины, интернет-магазины часто дедосят, потому что у них весь заработок идет через интернет-магазин. Если его дедосить, то, естественно, ничего ни у кого покупать не будут. И вот тут рейтинг плохой, потому что чем больше сайт находится офлайн, тем хуже у него рейтинг. Вот тут плохо, да. А не сайт косметики, не сайт чего-то такого, чего и так будут покупать. Это все равно, что дедосить сайт туалетной бумаги. Что, жопу станут вытирать что-то по-другому? Давайте посмотрим примеры, да, дедоса. Как вообще дедоситься, на примере чего. Какой-то пример, может, программы там для дедоса. Ну, посмотрим, мало ли. Мы вот как с вами команда, я решил еще что сделать с вами. Кто вы, перечислил мне, кого ты здесь видишь, поехавший. Вместе задедосить какой-нибудь определенный сайт. Ну, скажем, Одноклассники или ВКонтакте задедосить сайт. Или, допустим, WebMoney сайт задедосить. Вот я, допустим, взломал 15 машин удаленно, да. Я вот там сижу именно вот в строке. Прежде чем, конечно, дедосить, нужно узнать айпишник этого сайта. Пропингуем его и просто я вам показываю еще вот этот пример. Почему? Потому что некоторые сразу начинают задаваться себе вопросом. Блин, а как узнать, допустим, айпи этого сайта, да? Начинают гуглить и как бы вот здесь вот уже палево идет конкретное. И у вас сохраняется история в браузере, что вы там искали и так далее, и так далее. Хакеры работают именно только через команду и с хаку. Остановимся на этом. Смотрите. Человек. Что он пингует? Он пингует ping. www.ok.ok.ok. Короче, Одноклассники он пингует с www. www.vv не обязательно дописывать вообще ни в одном маломальски нормальном сайте. То есть это редирект, так называемый, как я помню. То есть можно с той же уверенностью пингануть просто ak.ru и будет то же самое. Ну, человек не знает, наверное. Во-вторых, узнать айпишник сайта совершенно не обязательно, потому что по DNS имени можно тоже его пингануть. То есть его можно тоже додосить и по DNS имени не обязательно айпишник знать. Это во-вторых. В-третьих, человек не знает, что есть система распределения нагрузки серверов. То есть, в частности, у Одноклассников она есть. И если бы он попинговал еще раз 10, то стопудов был бы другой айпишник у него. У Одноклассников целая сеть айпи-адресов, то есть там их штук 100, наверное, у них. Ну, минимум 50. То есть 50 серверов, отзеркальных, относительно друг друга. И они работают независимо. То есть они распределяют нагрузку при входе на сайт. Сначала вы на один сайт попадаете, потом на другой, потом на третий. То есть на сервера. За счет этого работает такой здоровенный сервис, как Одноклассники. То есть если у вас возникают проблемы, и один серверак уже жопу рвет, то вводятся два сервера, три сервера, четыре сервера с одинаковыми данными и распределением нагрузки. То есть додосить по айпи-адресу, ну, в целом вообще не вариант, потому что просто будет додосить один из серверов из 50, и 49 серверов будет работать все равно. То есть что человек вообще может додосить по айпи-адресу? Какой-нибудь хиленький сайтик. И то вряд ли вообще. Посмотрим на пинг. 911 миллисекунд. Что это вообще за пинг такой? В каком мухосранске человек живет? У меня, я живу, блядь, в сраной деревне. У меня и то пинг 28 миллисекунд до одноклассников 28 миллисекунд, а у него 911 в максимуме, и 746 минимум, о, 786, извиняюсь. Что вообще, где он живет, я не понимаю. Кого можно додосить с таким пингом? Вы мне объясните, кого? Да никого. Просто жесть. И как мы видим при пинге, здесь... Здесь, а кто тебе научил, как говорить здесь, а? А? Здесь, ёптэ. У нас появился айпи-адрес, как мы видим. Теперь пинг пишет айпишник 217, точка 20, точка 117, точка 94. Потом идёт минус т, минус л, и минус л, это определение, то есть, сколько мы будем пакетов отправлять на этот айпи. Ну, скажем, 10 тысяч, да? Вот он отправил, да? Отправка пошла. То есть, это компьютер номер один, да? Стоп, стоп, всё. Минус л, это количество байт в пакете. Человек не видит вообще, что написано на мониторе. Число байт равно 10 тысяч. Если бы он хотел отправить 10 тысяч пакетов, надо было писать вместо т, минус н и 10 тысяч. А так, он будет отправить постоянно, но число байт 10 тысяч. То есть, вообще, это просто профессионализм высшей категории. Ну, у меня больше тут нечего сказать по этому видео. Тут нету ничего полезного. И к тому же, ко всему, ещё моментик один. В этом вот способе, то есть, додосить через пинг, это смысла нет вообще никакого, это дело. Потому что нельзя с додосить через пинг. То есть, пинг, он забивает лишь только канал. На серваке они подключены вот такими вот проводами. То есть, тут 100 мегабит. Здесь у него 10 тысяч байт. 10 килобайт передаётся за одну секунду. 15 компов передают. 10 тысяч на 15, это будет 150. 150 килобайт в секунду. То есть, посчитайте, что сколько нужно пакетов бросить за секунду, чтобы замочить 100 мегабит. Это просто жесть. И сколько нужно компов, одновременно кидающих вот так вот, по 150 килобайт в секунду. То есть, это вообще невозможно, невозможно задодосить таким вот способом. Это просто нереально. Смысл додоса в том, чтобы поставить комп в ступор. В каком плане? Чтобы комп не знал, что делать дальше. Вот это будет додос. Чтобы забомбить его такими запросами, с которыми он не сможет просто справиться. Какими-то тяжеленными запросами. То есть, вот чтобы прям вот он жопу свою надорвал. Вот это будет додос. А это? Это, ну, хуедос. Другого слова тут не подобрать. Смотрим другое видео. Может быть, что-нибудь тут будет поинтереснее. Посмотрим взлом почты Mail.ru. Простой брут. Рабочий способ 2015. Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас будет седьмой урок. Как я и обещал вам, я создам урок по поводу брута в Mail.ru. То есть взлома почты. Более подробно как бы объяснять, как брутится почта. И как ее можно будет взламывать. Я рассказывать не буду вам. Я покажу вкратце, как бы, легкие способы взлома. Ты будешь или не будешь показывать нам? Я не понимаю. Ну, давайте не будем терять времени и начнем с такой команды, как Хендра. Она нам поможет. Как? Ну, давайте не будем терять времени и начнем с такой команды, как Хендра. Хендра? Она нам поможет. Я, если честно, не знаю такой программы. А вы знаете? Я не знаю. Вот он у меня уже запущен. Ну и создадим здесь... Я создам как бы такой... Как бы текстовый документ. Ну, как я говорил, шестой урок. Смотрите по, допустим, там созданию паролей. Ну, я тут придумаю некоторые пароли. Такие вот, скажем, там с цифр, с буков. Чтобы вам наглядно тоже показать, как это все работает. И вот здесь вот я веду тот пароль, который действительно там, установлен в этой почте. Так, смотри. 5n, да? И вот, скажем, идет дальше. Скажем, какой-то сгенерированный... Так, значит, генерированный файл с паролем у нас есть. Дальше идем. Значит, как я говорил, хендра. Вводим хендра. тут интер и как бы здесь хидра верт я понял про чем говорит хидра хидра почему почему не худра я не понимаю надо было говорить худра они хидра это просто жесть мы видим его описание что да как почему какие настройки его функции значит хидра минус л это мы указываем в этой функции почту которую мы будем взламывать она у меня вот так называется я создавал 5 лет тому назад так значит почту мы указали теперь перед минус п нужно поставить тот файл который будет нам подбирать пароль после такого такой комбинации значит нам надо будет указать ему как в какой как вот название этой почты в каком сервисе он находится smtp значит . в сервисе может быть на ком сервере может быть правильно было сказать сервер smtp наши почты который будем ломать а ну он просто ересь какую-то сказал на ком сервисе на каком сервисе дебил что я не понимаю . то есть по smtp мы будем пробовать и набираем команду smtp нажимаем что объяснение какую команду набираем как эта команда ну не говорится так команду набираем smtp скорее всего это вот smtp последняя это для того чтобы указать что за сервер это вот ну это что-то действительно smtp или протокол этого smtp сервера что smtp но это не команда никаким боком это не команда это скорее параметр интер и вот он идет подбор пароли и как мы видим вот она это зеленым цветом здесь подсвечена что мы взломали пароль вот у нас логин который мы ввели вот марина блингер да здесь вот мы или и вот он пароль который просто сгенерирован был уже файле но вот таким как бы способом взламывается почта надеюсь было интересно конечно я подробности с генерацией вам объяснил что смотреть 6 урок там у каждого есть по разному кто-то допустим какой-то знает пароль там приблизительно с какого начинается там кто-то не знает ну пробуйте сгенерировать все короче понятно вам поможет все понятно с тобой ну как бы прокомментировать в общем это все ерунда потому что такой пароль его не будет ни в одном словаре то есть именно такой то что он сделал ну как бы он показал естественно что можно да да согласен это метод действующий но взлом действительно может затянуться и затянется он на не просто на 6 месяцев а на долгие годы если пароль действительно сильный стоит то есть 8 9 символов большие и малые буквы и там одна две три цифры все и ломать надо не такими вот словарями то есть которые он набрал на клавиатуре а специальным словарем который заключает в себе именно пароли которые пользователи ставят чаще всего себе на пароль на электронном ящике то есть какой-то словарь из действительно существующих паролей который был сперт с какого-то сайта с большого вот это будет действительно действующие слова да по которым можно и это не брудить а по словарю подбирать называется то есть тут совершенно два разных понятия брутфорс это это больше подходит к полному перебору то называется брутфорс а это перебор по словарю когда вы из файла и словаря именно перебираете если у вас словарь сделанный подряд все все там цифры или буквы стоят это будет да действительно брутфорс а это перебор по словарю и причем ну таких паролей вряд ли будет там словаре содержаться то есть нужно нужно правильно понимать метод он показал действительно хороший но пример ну не особо хорошо сделал то есть толку от того что он показал нет никакого абсолютно откуда брать словари как они должны выглядеть что это такое ну да вот ломайте и все посмотрим взлом с помощью программы river взлом вай-фая это действительно интересно приветствую вас на своем канале сегодня у нас будет 19 урок как я и обещал что мы будем проходить вы чувствуете что звук изменился это не я вы провел уже в этом ролике это звук поменялся у него скорее всего появился хороший микрофон но микрофон с поломанным шнуром то есть постоянные хрипы это цист это говорит о том что шнур перебитый чувак поменяй микрофон по поводу программы river значит я также напомню напоминал ривер не риавер а ривер ривер что я заменил четвертый урок где мы ломали через vps с помощью парк программы дампер напомним вам четвертый урок где я вам показывал программу вайфати как она работает не вайфати а вайфайт если я с ним встретился и он бы мне сказал вайфати я никогда в жизни человека не понял о чем он вообще говорит вайфати ну додуматься надо то есть еще что это что за вайфати все все в ней автоматизировано то есть сам сама сетевая карточка идет в режим мониторинга давайте сейчас забудем про эту программу вайфати и приступим к программе риавер я просто когда каждый раз слышу когда он говорит своим корявым английским языком вайфати риавер у меня я не знаю яички сжимаются реально я просто не могу ничего поделать меня так что так вот корежит сетевую карточку в режим мониторинга программа нам говорит что сетевая карточка в режим мониторинга и изменила название на вла 0 мон название сети по какому каналу шифрование ключа мы должны запустить аэродумб для того чтобы взять мак адрес от той сети в который будем ломать не произносится аэро это у она не читается аэрдамп или вообще ээрдамп даже так скорее всего ээрдамп но это просто жесть я реально говорю мне просто корежек значит здесь мы две тиры ставим и пишем vps поскольку мы по vps будем работать и сама реавер она также и перебирает пин коды по vps и вставляем название нашей сетевой карточки нажимаем интер давайте попробуем запустить теперь наш реавер значит она запускается простым способом пишется реавер минус ай мы указываем нашу сетевую карточку мы не скопировали потом набираем минус b и здесь вставляем тот мак адрес на который будет производиться атака как я говорил то что это не мак адрес без сайди в данном случае она реавер работает при включенном vps переборе пин кода имеет очень большую функцию даже если переплата при переборе у нас возможно роутер заблокирует vps но она переждет это время и продолжит дальше работать в в это для того чтобы это не у меня звук пропал это не я его отрубил это то так вот будет еще последние три с половиной минуты 3 минуты 43 секунды этого видео без звука затыками за пиками то есть вот два слова все дальше ничего нет я не буду вас тянуть за яички мы просто промотаем на данном человека значит пишет команду до конца вв-к нажимает на enter вот пошел процесс он выбирает канал выбрал точку доступа есть саде виктория все стартинг сешен пинком 0 макс пина темпс 11000 все пошло и в итоге в итоге команда точно такие заикания под конец видео и вот смотрите что получится у час конец видео мы посмотрим все все это конец в конце просто ривер пошел перебирать каналы все он он не стал крякать он не стал взламывать в чем суть этого блядского видео суть в этом видео только одна показать какой автор идиот он не смог совладать с ривером простейшая программа простейшая это просто программа на не знаю ну ну не для полных даунов но надо обладать какими-то знаниями то есть чтобы через ривер что-то хоть ломануть ну тут человек может запустить аэродамп аэрмон может но допетрить почему у него ривер не пошел перебирать он не в состоянии абсолютно а почему ривер не пошел перебирать скорее всего да потому что у него аэродамп включен фоном вот так вот сзади поэтому скорее всего я так под предполагаю все давайте да подобьем итог в общем то этого всего обзора работой чувак над звуком работой над произношением всяких своих слов поменьше вот этих вот и или контент лучшего качества как минимум и умней почитать книги книжек умных то есть я замечал там у него на видео есть видосы где он засвечивает свои папки то есть там папки созданы в тех числах когда у него появился канал папки называются уроки калии там книги там по калии книги по линоксу то есть вы понимаете насколько у этого человека обширные знания в области ринуксоидов когда он качает что-то в тех же числах когда начинает делать канал то есть понимаете никаких знаний у него нету абсолютно не знание терминов самых элементарных на мой взгляд то есть для для обучения то есть если ты не знаешь как читается правильно крейт а говоришь крято крято что это блять за учитель такой который не может правильно произнести даже название кнопки это не учитель это ерунда чувак удачи в твоих начинаниях закрывай нахер канал и займись чем-нибудь полезным или же закрой и его потом когда научишься всем спасибо за просмотр всем удачного обучения но не на этом канале потому что здесь учиться нечем подписывайтесь если вам понравился видосик ставьте лайки заходите в группу вконтакте ки и все видосики будут выкладываться еще и там всем спасибо за просмотр всем пока